Абубакар, здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо, что подключились в такой день к нам. Но вот сразу хочется поговорить с вами про то, что произошло с Еленой Милашиной. Мы с вами прекрасно знаем, что она годами связывала свою работу в новой газете с Чечнёй. Много писала о Чечне. Но всё это время, несмотря на все угрозы, несмотря на все атаки, не было такого жёсткого нападения, как сегодня. Как вы думаете, что изменилось, почему кадыровцы решили идти на женщину в такую страшную атаку? Эскалация в целом, насилие. Но на самом деле я бы не стал сравнивать, что сегодня было очень жестоко, а до этого менее. Просто потому что при режиме Кадырова было ещё убийство Натальи Истемировой. И с этого момента и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м, в 18-м, в 20-м, во всех этих годах были нападения на правозащитников, независимых журналистов. И каждый раз Кадыров обещал, что разберётся и всё сделает. Однако ни разу мы не видели ни одного уголовного дела, доведённого до суда, где бы привлекли людей. Так что тут история опять про то, что Кадыров пытается напугать всех инакомыслящих и всех тех, которые готовы помогать этим людям. А вот такая оперативная очень для Кадырова реакция, и то, что он сказал, что он возьмёт это дело под контроль, и то, что обязательно должны быть привлечены, это свойственно ему? И вообще это способно привести к чему-то? Вот он написал, что да, разберёмся, дал поручение к аппетиту службам приложить все усилия. Вот, во-первых, насколько свойственно для него? Во-вторых, действительно ли это чем-то обернётся и к чему-то приведёт? Никого мы так и не увидим в рамках какого-либо уголовного дела. Такие заявления у него были всегда, каждый раз после любого такого инцидента. Да, он мог говорить всякие гадости в адрес журналистов и правозащитников, но когда происходили подобные нападения, которые на самом деле он сам и подстрекает, и сам провоцирует, ну, в итоге он делал такие заявления якобы в рамках закона, что вот подал мне то или иное поручение. При этом какое поручение он должен давать, я не понимаю, учитывая то, что по идее, естественные органы и в целом правоохранительные органы должны работать и работают по закону, независимо от него и его желания. Ну и, конечно, да, одна из важнейших тем – это приговор вашей маме, Зареме Мусаевой. Насколько для вас этот приговор стал неожиданностью и что известно сейчас о её состоянии? Изначально мы полагали, что если, то есть в любом случае подозревали, что будет обвинительный приговор, потому что если был бы опроводательный, то пришлось бы, то есть система, получается, проиграла, поэтому если будет обвинительный, то надеялись, что это хотя бы будет условный срок, с учетом того, сколько она уже отбыла там. Однако прокурор, то есть суд удивил, он даже не соблёл ту судебную практику, которая обычно есть во всей России, когда прокурор запрашивает некое наказание, а судья скидывает этого наказания, убирая там полгода, год или два, с учетом всех смягчающих обстоятельств. А тут суд не учитывает ни смягчающие обстоятельства, ни состояние здоровья, ни то, что даже в местах лишения свободы нет возможности предоставить все необходимые медикаменты, в том числе инсулин, который мы предоставляем ей. Она получает через родственников и друзей, государство не предоставляет его. И все равно дали максимальное наказание. И для меня, конечно, это сравнимо со смертной казнью, потому что ей будет очень тяжело там находиться с учетом целого ряда заболеваний. Удается иметь какие-то, не знаю, переписку или передавать какие-то сообщения, получать от вашей мамы сейчас сообщения? Да, мы переписываемся и есть связь через юристов и адвокатов. Другой взаимосвязь в принципе невозможно пока. Скажите, пожалуйста, я уже как-то спрашивал в нашем эфире, когда вы предлагали себя на обмен, и повторно я спрашивал про этот обмен, и вы говорили, что никаких новостей нет, и кадыровцы на это не идут. Я правильно понимаю, что, опять же, обновлений вот за это время тоже не было, они не принимают вот эту вашу предложенную сделку обменять себя на вашу маму? Да, совершенно верно, потому что система покажет свою слабую сторону через то, что даже через самопожертвование можно сломать систему, а им ни в коем случае нельзя это делать. Уже система показывает, что она слабеет, особенно после того, как происходят некоторые события, у нас военные бунты и так далее, и так далее. А режим должен доказать, что он силен все еще, и ни в коем случае не собирается рассыпаться. Но посмотрим, что для этого выйдет. Восхищаясь, пользуясь случаем, скажу вашим мужеством, и в текущей ситуации, чтобы смело говорите все эти вещи, и напоследок хочется задать вопрос не о том, что произошло сегодня, а то, что произошло на днях, но связанное с кадыровым. Вот это вот грандиозное, да, их безумное чаепитие. Кадыров и делимханов сидят за столом, обсуждают, улыбаются, опровергают информацию о том, что у них были какие-то проблемы. Какая была реакция у вас на это видео? То есть они это подавали тем, что у нас все хорошо, все нормально, но кто-то усмотрел в этом, не знаю, какой-то цвет нездоровой руки Кадырова, какую-то панику, какие-то слова о том, что мы долго жить не собираемся. Есть ли что-то обнадеживающее нас с вами в этом самом видео про чаепитие? Делимханов меня удивил, а Кадыров даже обрадовал. Делимханов удивил тем, что, значит, понятное дело, мы не утверждали, что он мертв, полагали только то, что он ранен. И учитывая то, что они сидят, то есть не до конца мы можем проверить полное состояние здоровья, а вдруг у Делимханова были ранены ноги. То есть остаются эти вопросы. Тем более по официальной информации он должен был находиться в Белгороде вместе с Агуевым. Они вместе же туда ехали, и они говорили, что они там находятся. И Кадыров в своем телеграм-канале тоже это утверждал. И Делимханов тоже об этом писал, что они находятся на боевых позициях. И тут он резко появляется у Кадырова дома на кухне. А Кадыров меня обрадовал тем, что у него действительно очень тяжелое состояние. То есть, видать, врачи уже и не справляются. Он все больше и больше надувается. Я помню, что когда мы обсуждали с вами про возможное убийство другого чеченского правозащитника, вы очень аккуратно говорили, что на самом деле там нет информации. Поэтому вам, наверное, можно доверять в этом вопросе. То есть, когда вы видите, что человек в плохом состоянии, вам можно верить. Ну и будем надеяться вместе с вами, что это хреновое состояние приведет... Извините за такие слова к скорой гибели Кадырова и освобождению вашей мамы. Абубакар Юнгулбаев был у нас в эфире. Большое спасибо за ваше мужество. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!